Девушки отдыхают Это не было чем-то, о чем люди говорили Человек был толстый, потому что он ел много, он не упражнялся, он ел не в то время Это известно, это было общеизвестно Люди не сидели и не вдавались в теории, почему человек был толстый, это было довольно ясно Но сегодня мы больше не живем в то время Сегодня мы живем во времена, когда причина и оправдание моего ожирения Имеет отношение к любому и ко всему, кроме меня Смотрите, когда я женился, я был 90 килограмм Теперь я 130, я вешу столько же, сколько Хайлюкс И не дай бог, что я должен поднять свою руку и сказать, причина, почему я так много вешу Это потому, что я много ем Нет, я указываю пальцем на любого и каждого, кроме себя На жену, на родню, я много путешествую, я то, я сё Нарисуйте картину, какую хотите Но истина в том, что вы сами причина своего избыточного веса, а не кто-то и что-то Сегодня, мои братья, мы живем во времена и эпоху, где никто не хочет поднять свою руку и взять ответственность Сегодня мы живем во время, клянусь Аллахом, где нам так нужна религия, а мы хотим отдалиться от религии Мы хотим проехаться по религии Я хочу пойти в мечеть, посидеть там 5 минут, подумаешь Сегодня единственное видео, которое как вирус идет по всему миру, это любое видео менее 7 минут Всё, что длиннее, неее, слишком скучно, слишком долго Я хочу изучить Куран, я хочу выучить Куран Но нет ли чего-то, чтобы достичь быстрого результата? Могу ли я сделать это онлайн? Не дай бог сесть и потрудиться Раньше было время, когда кто-то хотел стать большим Это было общеизвестно Люди не говорили, не спорили об этом Хочешь стать большим? Ты должен был идти в спортзал И когда ты приходил, ты поднимал железо Поднимал гантели и делал жим лежа Ты приседал, ты ел хорошо, ты работал усердно Это было известно, но сегодня не тот случай Сегодня, братья, я не знаю, как здесь в Англии, но в Сиднее Одну неделю он имеет шею как карандаш, клянусь Аллахом, если ветер подует слишком сильно Придется подбирать его на дороге, потому что ветер поднимает его и сносит Брат исчезает на 2-3 недели и возвращается с мышцами на ушах Брат, как ты стал таким большим? Тунец и картофель, бро Все симптомы от стероидов прямо на его лице Но он пытается убедить меня, что стал большим, потому что ел тунец и картофель И когда вы избираете кратчайший путь, то вы лишь сможете мельком проехаться по религии Знаете, что происходит? Побочные эффекты, как от приема стероидов Побочные эффекты Мы живем во время, мои братья, когда вы знаете положение уммы Я бросаю вызов любому, встань и скажи мне Брат, я счастлив, я удовлетворен положением уммы Но чья это вина? Кто ответственен за умму? Кто ответственен за это общество, в котором вы и я живем? Каждый человек здесь встанет и назовет мне 150 имен на вскидку И среди этих имен не будет его имени Проблема этой уммы Проблема с третьим, пятым, десятым из-за ученых Из-за шейхов, из-за проповедников, из-за грешников, из-за комитетов наших мечетей Они старая школа и они не позволяют нам делать то и сё Пятое, десятое Но не дай бог, любой из вас должен быть мужчиной Встать и сказать, проблемы этой уммы Это такие люди, как я Ответственность покинула мусульман сегодня Было время в умме, когда мы были мужчинами Мы были мужчинами, правдивыми и искренними Признающими свою неправоту Сегодня мы больше этого не делаем Когда пророк Аллаха говорил об умме Да благословит его Аллах и приветствует Какую аналогию он привёл? Он сказал, аналогия, пример моей уммы Это как одно тело Это умма, как одно тело Он сказал, если его часть болит, то всё тело чувствует боль Когда часть тела болит, он сказал, всё тело мучается ночью от бессонницы От лихорадки, почему? В борьбе с болью В борьбе с инфекцией Сегодня вы чувствуете, что мы одно тело Сегодня мы честно, искренне обеспокоены тем, что происходит в мире По-честному, вы чувствуете себя частью тела, что вы ответственны? Знаете, братья, моё время ограничено Давайте пропустим разговоры о том, что происходит в мире Давайте поговорим о том, что вы и я делаем Потому что это имеет прямое влияние на умму Каждый совершённый вами грех Имеет прямое влияние на каждого человека С тухидом и иманом в сердце У меня для вас новость В тот день, когда вы решили стать мусульманином В тот день, когда вы решили Сказать нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад его посланник Вы вошли в ислам И когда вы вошли в ислам Вы попали под зонт уммы И когда вы стали членом уммы Вы стали частью тела И то, что вы делаете, влияет на умму Люди думают, слушай, если я не хочу молиться Это не твоё дело Это между мной и Аллахом Слышали такое? Никто не может судить меня Только Бог может судить меня Вау, большие аплодисменты этому брату Только Бог может судить меня Да, только Бог может судить тебя Но, к сожалению, брат, у меня новости для тебя Твои недостатки влияют на меня Влияют на мою жену Влияют на моих детей и на остальную умму То есть, твоё неправильное поведение Это не моё дело Надо позволить тебе делать харам и не стоять над тобой И не давать тебе ясные предупреждения о том, что ты поступаешь неправильно Сахих хадид пророка Аллаха Пророк Аллаха клянётся Аллахом Приказывайте добро и запрещайте зло Эта ответственность лежит на каждом Это не только ответственность шейхов Не только ответственность учёных Это ответственность каждого человека У которого турхид и иман в сердце Приказывать добро и запрещать зло Почему? О, пророк Аллаха Что, если я не хочу? Что, если это не моё дело? Что, если я хочу сделать по-своему? Он сказал Вы будете делать это или клянусь Аллахом? Аллах, всемогущий он и велик Ниспошлёт на вас наказание Вы поднимите руки, чтобы сделать дуа А Аллах не примет его Что вы делаете со своей жизнью? Что вы делаете со своей жизнью? Посмотрите, что происходит с нами по всему миру Что происходит с вами в вашей собственной стране Знаете, когда я выехал из дома в Сиднее Чтобы прибыть сюда Я выехал в аэропорт на 4 часа раньше На 4 часа раньше Почему? Потому что я морально был готов к допросу Почему я живу в собственной стране Я стал преступником в своём собственном доме Я подготовил документы и был готов Почему? Потому что я был морально готов Что по прибытию в аэропорт Лондона Меня может ожидать 3-4-часовой допрос За что? Нет иной причины Кроме той, что я выгляжу как мусульманин И это правда Но что мы делаем с этим? Мы умма Мы одно целое Мы не одна личность У нас нет такой роскоши У тебя нет такой роскоши, говорит брат Только бог может судить меня Оставь меня Дай мне жить, как мне нравится Нет, брат Потому что твои поступки влияют на меня А мои поступки влияют на тебя Вы, наверное, думаете Ахи, а какой у тебя Далиль? Потому что Аллах Пречист Он Всевышний Обращается с мусульманами, как с уммой Когда благо и милость Аллаха Пречист Он Всевышний Не спосылается На кого оно не спосылается? На каждого И когда наказание от Аллаха не спосылается На кого оно не спосылается? На каждого Это система Аллаха Так работает Аллах Когда не спосылается Его милость Каждый питается ею Когда гнев Аллаха и Его проклятие Пречист Он Всевышний не спосылается, это охватывает всех. Когда народ Мусе, алейхиссаляту ассалям, постигла засуха, не было воды, не было еды, урожая. Растения гибли, ничего не росло, животные умирали, нечего пить, нечего есть. Люди умирали в мучениях. Среди них был пророк. И люди пришли к Мусе. Муса, что происходит? Муса поднял свои руки и сказал, о Аллах, ты видишь, что происходит с моим народом? О, Аллах, мы молим и просим тебя о дожде. Муса попросил дождя, они ждут облаков, ничего не происходит? Муса спросил, о Аллах, что происходит? Теперь послушайте, что сказал Аллах. Он сказал, о Муса, в твоем народе есть один грешник. Один! А сколько грешников в нашем городе? Сколько наших мусульман не молится? Сколько наших сестер до сих пор не покрыты? Сколько наших стариков не умеют читать фатиху должным образом? О, Муса, среди твоего народа есть один грешник, и из-за него одного я запретил дождю пролиться. И теперь вы приходите ко мне и говорите мне о справедливости и мудрости, и что это несправедливо ночь напролет? Но это не отменяет того, что Аллах запретил дождю пролиться над пророком, над людьми, над невинными женщинами, детьми, животными и урожаем из-за действий одного человека. Один человек! И Муса обратился к людям и сказал, о мой народ, среди вас есть грешник, выйди и представься. Представьте, к этому человеку обратился пророк, и теперь он начинает понимать, что из-за моего греха, по причине моего проступка, о котором я подумал, что не знает никто, кроме меня и Аллаха, теперь этот человек осознает, что из-за моих недостатков весь мой народ страдает из-за моего греха. Представьте это чувство. Муса сказал, объяви себя, выйди вперед. Представьте себе смущение. Теперь этот человек понял. Он покаялся, сделал Тауба Аллаху, но он не объявил себя Мусе, алейхиссалям. Муса ждал, что человек выйдет вперед, никто не вышел. Муса вернулся, попросил Аллаха, и к его изумлению дождь пошел, он пролился. Да, конечно, Муса счастлив, дождь пошел, но он озадачен. Только послушайте, что Аллах причист, Он Всевышний сказал ему. Он сказал, о, Муса, я удержал дождь из-за него и него одного. Но то, что этот человек обратился ко мне, попросил прощения, я принял его покаяние. И теперь из-за него и него одного я позволил дождю пролиться. Муса заинтересовался. Он сказал, о, Аллах, скажи мне, кто этот человек? Аллах причист, Он Всевышний сказал Мусе, о, Муса, я не раскрыл его, когда он был грешником. Как ты думаешь, я раскрою его теперь, когда он раскаялся и вернулся ко мне? Знаете, какая самая поразительная часть этой истории? Не то, что Аллах позволил пролиться дождю. Знаете, что я нахожу интересным? что этот человек был человеком самодостаточным, чтобы признать, чтобы встать и сказать, я заблуждался. Он был человеком самодостаточным, чтобы признать, что у него есть недостатки, заставившие его народ страдать. Самодостаточным, чтобы вернуться к Аллаху, и Аллах принял его. Качество, которое в большинстве из нас отсутствует. Где те, которые готовы встать и сказать, знаете, то, что происходит по всему миру, это из-за таких, как я, из-за моих недостатков, из-за отсутствия у меня религии, из-за моих ночных грехов, из-за моих глаз, которые я не могу опускать, из-за моих дел. Нет, мы указываем пальцем на всех и каждого, кроме себя. Аллах говорит, он не изменит положение людей, пока они, люди, пока они не изменят своего положения сами. Мои братья и сестры, то, что вы делаете в своей жизни, напрямую влияет не только на мусульман, но и на вас самих. То, что вы делаете, что бы это ни было, ваши грехи, что бы это ни было, что вы делаете в жизни, неправильное и запретное, это влияет на ваших детей, влияет на ваших мать и отца, влияет на всю умму. Справедливо и обратно, я клянусь Аллахом, когда кто-либо из вас делает хорошее дело, ни один вы получаете пользу от этого, но и все остальные получают пользу от вашего благого дела. У нас есть тухид, мы подпадаем под знамя Ислама, это и есть умма. Тот, кто верит, что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад, его посланник, и он скажет это искренне, он мусульманин, нравится вам это или нет, молится он в вашей мечети или нет, следует за вашим имамом или нет, тот, в ком есть имам и тухид, он ясно говорит об этом, нравится вам это или нет, принимает он вашего шейха или нет, это не меняет того факта, что он мусульманин. И пока не будет ясного куфра с его языка и его рук, он верующий, нравится вам это или нет, он часть уммы. Кто нас уполномочил говорить о том, кто является мусульманином, а кто нет? То, что сподвижники не решали сделать, мы делаем. пророк Аллаха, возле которого жили лицемеры, они жили рядом с ним, у него был их список, о котором даже его ближайшие сподвижники не имели роскоши знать. А вы и я ходим и заявляем, кто является и кто не является мусульманином. В нашей собственной общине нет мира, в наших собственных мечетях разделение между нами, а мы хотим, чтобы мир любил ислам. В наших собственных семьях нет любви, терпимости и признания. Разобщенность стала нормой. Смех, издевки и высмеивание друг друга стали общепринятой нормой. Любой ковбой берет телефон, записывает себя ругающим имамов и ученых, и тех, и других. А мы спрашиваем, почему это происходит с нами? Вы и я ответственны! Вы и я, братья мои, то, что мы делаем, влияет на уму. Но что вы делаете, чтобы распространить любовь? Брат, я никто. Никто не станет слушать меня. Посмотрите на эту самооценку, что я никто, я ничто. Когда ты начинаешь верить в то, что ты ничто, ты становишься ничем. Когда ты начинаешь верить в то, что ты никто, у меня новость для тебя, ты становишься никем. Наш дух был сломлен. Пропала наша привязанность к религии. Когда Мухаммаду Аль-Фатиху было 4 года, 4 года! 4 года, о Аллах, 4 года! Его мать повела его на морской берег. И она показала ему Константинополь на берегу моря. И она сказала ему, «Мухаммад, ты видишь это место там?» Он сказал ей, «Да, мам». Она сказала ему, «Однажды ты откроешь и завоюешь это место». 4 года! Сегодня, когда маленький 4-летний подходит... Иди отсюда, малой! Иди отсюда! Сегодня, братья, 10-летний, 15-летний, давайте будем честны. Вы смотрите на него, он малой, он идиот. Эй, иди домой, играй в свою Sony PlayStation. Вы относитесь к ребенку как к пустому месту, он становится пустым местом. Чья это вина? Какое правительство говорит тебе разговаривать с ребенком как с идиотом? Какая система приставила тебе к голове ствол и сказала, «Разговаривай со своей женой и детьми так?» Клянусь Аллахом, братья, нам нужно проснуться. Решение всех ваших проблем это ваша религия. Нет другого ответа, ахи. Аллах причис, Он Всевышний сказал, «Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончил для вас мою милость». Любая проблема, любое испытание, любое бедствие и трудность, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, вы найдете полный ответ в религии Аллаха, причис, Он Всевышний. И в сунне посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Ты хочешь ответов? Приди в религию Аллаха, причис, Он Всевышний. «Я оставил вам ясный путь», сказал пророк Аллаха. «Я оставил вам ясный путь». Вы знаете, откуда эти сомнения? Знаете, откуда эта путаница? «Потому что этого не хватает в наших жизнях». «Какой сегодня стала сунна посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует?» «Брат, это фарт или сунна?» «Сунна». «Уф, я уж думал, это фарт». «Я думал, я должен был сделать это». «Чувствуете это отношение?» «В этом разница между нами и сахабами». «Мы оставили каждую сунну посланника Аллаха, потому что это всего лишь сунна». «А они соблюдали каждую сумму, потому что это была его сунна». «Хотите счастья и успеха?» «Хотите измениться?» «Поймите, этого не произойдет, пока сунна посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует полностью, не войдет в вашу жизнь». «Ладно, я говорил слишком много». «Я думаю, я выразился достаточно ясно». «Нам нужно пробудиться и начать принимать ответственность. Нам нужно поднять свои руки и сказать «Я ответственен». «Все это из-за меня». «Не беспокойтесь о ближайшей мечети, о ближайшем имаме. Вы и я должны измениться. Вам и мне нужно быть тем человеком из народа мусы и сказать «Я, тот, кто был неправ». «Нам с вами надо встать и покаяться». «Нам с вами нужно начать двигаться». «Нам с вами нужно сделать шаг к Аллаху, причист Он Всевышний». «Не ради себя, так сделайте это ради женщин». «Сделайте это ради детей нашей уммы, которые страдают от наших действий». «Мы готовы, иншаллах». «Ак-тубу л-асу-а-та-к-ра-а-аст-а-шиф-у-л-муф-рад-а-т-у-а-ра-хам-сал-ма-а-ан-и-бейна-тай-и-л-калима-а-ан». «Ак-тубу л-ан-и-л-реа- achei» «Я советую думать о твоемне-реа-техак-тай-реме летний». «Ак-туб был ларен и убранской интерьеры пот spaghetti и просматривающий вRight na enforcectica».